О чем поговорим сегодня? Я считаю, искренне верю в это и хочу убедить, честно говоря, не понимаю, почему я должен убеждать посетителей WorldCamp Киев, что WordPress это идеальная платформа для построения любого сайта. Когда, ну то есть, у нас есть, прошли вот эти времена, когда говорили WordPress, это же для бложиков, хуже, чем эта фраза, может быть только использование слова функционал относительно функциональности. Если есть еще люди, которые говорят функционал, пожалуйста, не делайте этого больше. Функционал это математический термин, а то, что мы называем функциональностью в сайтах, в IT и так далее, это функциональность. Очень вас прошу. Значит, когда мне говорят, что для этих целей лучше бы подошел не WordPress, а подставьте что угодно, там Magento или Joomla, прости господи, или... О, сейчас еще появилась вот эта секта тильдеров. Начнем с простого. Тильда – это российская. Дети могут же слово гамно знать. Российское гамно. Да, в принципе, все, по-моему, достаточно. Ну, то есть, что еще нужно, чтобы забыть про это навсегда, и когда вы видите что-то сделанное на тильде, искренне высмеивать, не стесняясь человека или людей, которые это смогли сделать. Следующее. Недавно мне пишет друг, который говорит, Леха, тут надо моей знакомой помочь. У нее, значит, ей сделали e-commerce какой-то сайт, который продает онлайн, ну, с онлайн-оплатой. Сайт небольшой, там типа 10 товаров, 5 типовых страниц, корзина и оплата на ликпее. Говорит, но у нее столько гемора. Ей продали самописку. Я говорю, в смысле самописку? В 2019 году люди еще, чтобы вообще рассеять сомнения по поводу того, насколько я люблю WordPress, самописками я называю сайты, которые сделаны на Laravel и UAE тоже. Все, что фреймворк, в моем понимании, это самописка. То есть, есть либо CMS, либо самописка, либо движок тильда. Вот эти вот все вещи. Короче, моя реакция была примерно вот такой. Ну, то есть, как самописку в 2019 году. Сайт, который можно было собрать на вукомерсе, он прямо вот просился на вукомерс лечь. Не говоря уже о том, что это было бы, ну, не всегда, конечно, может быть дешевле. Но однозначно человек с этим сайтом потом мог бы, если его подвел подрядчик, прийти к кому-то из нас с вами, братья, сестры. И мы бы его с удовольствием подхватили и помогли ему развивать дальше его великолепный продукт, а не сказали ему, ну, дружочек, придется заново теперь все делать. Я же надеюсь, никто не подбирает чужие сайты и не говорит, да-да, сейчас мы тут покопаемся. Когда мне задают вопрос, можно, то есть, наши клиенты, которые у нас давно на саппорте или даже новоприходящие потенциальные клиенты, спрашивают, типа, ну, на WordPod нам надо сделать агрегатор вакансий. Сейчас будет картинка, где я и Женя, наш проект. Мы сидим, можно. Самописка, да. Агрегатор, криптовалютное портфолио, да. Биржу фрилансеров, биржу, все что угодно. То есть, мы никогда не ответим клиенту, что на Wordpress чего-то сделать нельзя. Если кто-то есть, выйдите отсюда просто, пожалуйста. Если кто-то есть, кто считает, что на Wordpress для чего-то не подходит. Есть такие люди? Посылаем. Ну, либо не посылаем и говорим, сейчас, вы какой чай любите, там, черный, зеленый, с аношой, и говорим, послушайте, давайте поговорим о Wordpress. Знаешь, вот это вот, когда с книжечкой такой стоим, вот, ну, тут не эта гифка, а другая. Конечно, мы говорим, какая нахер Magento? Что ты потом будешь с этой Magento сделать? Выкинешь просто, это потраченные деньги. Конечно, на Wordpress надо. У вас был где-то тут вопрос, я видел. Да. Работать будет. Ну, сделаем. Ну, а нагрузка? Что, нагрузка? Ну, да, например. Ну, нагрузка будет. Тысяча РПС. Лот-балансинг, как на нем сделать? Ну, сделайте лот-балансинг. Правильную архитектуру серверов выстроите. Отличный ответ, спасибо. Ну, нет? Окей, еще. Я же говорил, давайте перебиваться, чтобы не ждать конца, пока все эти вопросы уже настоятся, и вы решите, что там можно и, в принципе, и не спрашивать. У вас был комментарий. Это дальше чуть-чуть. Чуть дальше будет. Отдельная каста людей, которые меня бесят после, типа, Wordpress для бложиков, функционал. Это те, которые говорят, а, сайт на Wordpress. Я говорю, в смысле сайт на Wordpress? Что значит, что это за неуважение к платформе, на которой работают миллионы людей? Сайт дать на Wordpress. Я говорю, в смысле? Да, сайт на Wordpress. А, ну так это, типа, 100 долларов? Я говорю, да, час. Окей. То есть, есть еще такие люди. Я им тоже, как бы, не сразу втаскиваю, а говорю, что нет, ну, это же нормально, платформа, можно сделать что угодно, там, послушайте. Дело в том, что, вот единственное, чем я могу объяснить. Когда мне говорят, что, типа, так это же вы на Wordpress, типа, к нам приходили и сказали, не, это на Wordpress сделать нельзя. К нам пришла великолепная контора, одни из топ-15 галер Украины по количеству денег, по количеству персонала и так далее. Они говорят, мы, конечно, к нам, ну, приходят люди, мы говорим, ну, конечно, Wordpress с этим не справится. Я говорю, ребята, в смысле они справятся. Потом эта контора пришла, у которой 700 программистов, там, я помню, сидела, и заказала у нас сайт для себя на Wordpress. Я говорю, а что ж такое? Ну, говорят, понимаете, у нас тут корпорация, это очень долго, мы будем делать. Я говорю, ну, вы просто не можете себе сделать сайт. Ну, это звучит не совсем так. Ну, короче, я говорю, хорошо, а почему вы считаете, что на Wordpress что-то нельзя сделать? Ну, то есть, если у вас есть хорошие, сильные девелоперы, нормально напишите ТЗ и спроектируйте, спроектите, да, вот этот весь процесс, то почему чего-то, какие-то ограничения? Это же просто CMS-ка плюс PHP плюс, ну, в принципе, дальше что угодно, да. Что, значит, что мы делали? Что мы делали из, ну, не классических применений Wordpress, не e-commerce, не корпоративный сайт, не бложики, не медиапроекты с 20 миллионами и так далее. Что мы делали? Мы делали фриланс-биржу. Это было, кстати, уже давненько, в 2016, по-моему, году. Проект называется «Этот дом», там, ну, типа, фриланс-биржа для строителей и строительных бригад, компаний, которые занимаются ремонтом, ну, и людей, которым это надо. Сделали, там есть и личная переписка, и рекомендательные механизмы, и отзывы. Ну, то есть, если, давайте так, еще секунду, чуть пойму, кто у нас остался из выживших. Кто бэк-энд, фронт-энд-девелоперы? Поднимите, пожалуйста, руку. Ой, ебать! Так тут все... Не, ну, я веду, что девелоперы. Кто представители... Кто проект-менеджеры? Да вы вообще говорили про друпал на WordCamp. И говорили слово «функционал». Кто по бизнесовой части? Ну, оунеры, финансы, там, HR и так далее. Окей, то есть у нас в основном остались девелоперы. Тогда, ну, можно откровенно говорить, все же можно повесить на пост-тайпы, на таксономии, на мета-поля, все это связать, увязать, и это будет дружить, правда? Ну, есть кто-то, кто считает, что нельзя фриланс-биржу, 1000 фпс, там, все дела, нагрузка. Ну, что нагрузка? В смысле не Wordpress? В смысле не Wordpress? Ты заходишь, у тебя, минуточку, минуточку, в хроме есть плагин, называется Vapalizer. У кого стоит Vapalizer? Ну, половин, треть. Вапалайзер показывает рядом с строкой урла логотипчик CMS, на который сайт работает. Ты заходишь, там Wordpress. Ну, если на таком уровне, то, конечно же, все можно сделать. Не, минутку, но я же, у меня называется, смотри, секунду. Как она меня называется? Як платформа для побудовы будь-яких сайтов и сервисов. То есть я же не говорю, что это уже не Wordpress. Это по-прежнему Wordpress. Там Wordpress-овая админка, там Wordpress-овая логика, Wordpress-овая логика юзеров, создание постов, создание разных пост-тайпов. Там Wordpress-апи используется. Ты можешь к этому сайту в любой момент, допустим, понадобилось какой-то там мерчант прикрутить. Ты пошел, смотришь, появилась, вышла там на украинский рынок новая платежная система. Там, условно, вайфопей вышел, да? Понятно, что любая платежная система первым фигачит плагин кому? Для Wordpress-а. Потому что если они этого не сделают, это идиоты. Да, но плагин этот, он, ну, я понимаю, это просто интеграция, по большому счету. Но мы сейчас говорим о функциональности, которая, ну, обеспечивает бизнес-логику. И вот мы, например, ну, давайте, я из Трафика просто, и пример понятный, вот, компании рекламные, да? Это из какой области? Ну, в смысле, это в Николаевской? Не-не-не, это в Донецкой. Трафик? Да, есть такой городок небольшой под Донецком. Какие 15 минут? Мне сказал Володя час. Вы на меня давите. Давайте в итоге вас послушаем все-таки. Все, короче, он остается по-прежнему Wordpress-ом, потому что там движок Wordpress-а, в который мы не лезем, ну, хачить Core, это unbelievable, еще хуже, чем функционал. Там есть плагины, которые люди все привыкли, там есть RankMass. Вот, кстати, сегодня один раз, по-моему, где-то только прозвучал RankMass. Если вы все еще пользуетесь Yoast-ом, забудьте, RankMass круче. Мы пробовали на нескольких проектах медийных с большим количеством, ну, и аудитории, то есть было понятно, что мы чем-то рискуем. И с большой периодичностью выхода материалов, и с большой базой данных материалов. Мы перешли с Yoast на RankMass, как дети в школу, и он обновляется частенько, и ребята там стараются, он очень friendly, он пока что полностью бесплатный, то есть все, что в нем есть, оно free. Я думаю, что они просто придут когда-то к премиум аддонам или что-то такое, но запишите RankMass TH в конце. Делали, значит, кто, у кого крипта есть? Еще же не деклари, ну, еще не приняли законодательство, можете спокойно об этом говорить. Хорошо, кто сталкивался с криптой? Ну, там, покупал, сливал, получал платежи? Окей, значит, во время самого большого ралли, ну, битка и всех остальных криптовалют в конце 2017 года, когда волатильность была очень высокая и происходил рост очень взрывной, да, то есть там день плюс 30%, плюс 40%, сели мы с нашим CTO Димоном, я говорю, Димончик, давай запилим, давай на арбитраже поиграемся. Кто знает, что такое арбитраж? Арбитраж криптовалют? Это когда вы берете биточек на одной бирже, на которой он стоит 10 тысяч долларов, а на другой бирже в этот момент он стоит 9500, например. И вы тут продали, тут купили. За счет этой разницы выиграли что-то. Значит, что мы сделали? Ну, написали сначала математическую формулу того, за сколько ты денег вводишь деньги в одну из бирж, в гривневую, со всеми комиссиями, с учетом комиссии, с самой биржи, с учетом ввода, с учетом банковской комиссии и так далее. С другой стороны написали, с другой криптобиржи. Ну, то есть берется и там, и там API, естественно. И каждую, сколько мы, минуту, по-моему, или каждую секунду, 10 секунд, что-то там, каждые 2 секунды мы парсили API. И тут, и тут на предмет одной пары. Тут мы эфир к доллару, тут эфир к гривне. И, короче, в момент, то есть у нас шел такой графич на WordPress. Мы сделали там какой-то посттайп, наверное, я уже не помню. И тречили вот это все. То есть у нас была таблица, что в эту секунду эфир стоит на этой бирже столько-то, на этой бирже столько-то. И, значит, при учете всех комиссий ввода, вывода и так далее, мы в этот момент выигрываем 5% или проигрываем 5% на разницу и так далее. Это все превратилось, естественно, в график. То есть у нас есть таблица с данными, мы ее сделали графиком. И потом сделали телеграм-бота, который в момент, то есть у нас в админке было несколько полей варьируемых. Это курс доллара конкретного банка, там мы или монобанком, или приватом пользовались, потому что они не давали его парсить. Ну, точнее, было лень просто парсить, можно было с утра ввести один раз, и он так целый день держался. Курс доллара и процент, а, сумму в гривнах, которую мы вводим, типа там 500, 10 тысяч гривен, типа 500 долларов или больше. И процент нашего плюса, при котором сливать. Мы там ставили, что 5-8%, я помню. То есть в тот момент, когда графики нам говорили, что на этой бирже и на этой бирже разная цена, с учетом всех комиссий мы зарабатываем 5%, в этот момент он сам продает, и бот в телеграм говорит, Алеша, ты заработал тысячу гривен. Прекрасные были времена, продлились они несколько дней. Мы там, ну, сколько-то заработали, тысяч гривен на лицо в час. И потом уже, во-первых, начали синхроннее курсы быть, во-вторых, пошел на спад рост криптовалют. И сейчас этот бот тоже по-прежнему работает. Он мониторит, но ждет лучших времен. То есть когда будет взрывная волна, мы его снова распечатаем. Надо будет жене только как-то объяснить, что надо снова закинуть в биток денег. Значит, вот мы делали криптовый арбитраж бота. С одной стороны это арбитраж, с другой стороны это бот. Кто делал ботов, у которых в бэкэнде был WordPress? А кто хочет? Кто бы хотел попробовать с ботами поработать? О, прекрасно, я вас подогреваю. Значит, дальше мы сделали свой агрегатор новостей про криптовалюты и агрегатор цен на крипту. Я здесь, кстати, не ставил урлы, наверное, я… Кто интересуется, я потом просто скину все урлы, чтобы посмотреть. Проект называется Cryptopus. Ну, то есть C-R-Y-P-Y-S. Cryptopus.com. Там разделено на две части экрана. Первое – это новости, которые парсятся со 100 с чем-то изданий мы парсим на 16 или на 18 языках мировых. То есть ты выбираешь языки, на которых ты хочешь получать информацию, и оно тебе одной лентой парсят все новости из топовых, вручную отобранных изданий, которые мы, естественно, на WordPress создали. Создали такой пост-тайп, как Source, создали пост-тайп Coin. И, значит, с одной стороны у нас каждую секунду обновляются цены криптовалют. Ты можешь задать какое-то количество коинов, которые у тебя есть в разных, то есть у тебя там Bitok, ETH, Ripple и так далее. Позадавал, позадавал, оно все это склеило и показывает, что на данный момент у тебя там 800 долларов. И обновляет это дело, то есть ты можешь следить. Заходите, криптопеском – очень удобная штука. И, опять же, агрегатор. То есть и контент-агрегатор, и портфолио-трекер. Если говорить об агрегаторах, сейчас мы обслуживаем уже третий год, наверное, большого клиента. Кливеризм.ком – это сайт, который продвигается за счет контент-маркетинга в карьерных штуках, то есть это англоязычный ресурс. К нему мы спустя какое-то время сотрудничества добавили еще агрегатор вакансий по всему миру. Там херово туча, я не знаю, сколько там, сотен тысяч. Там, естественно, это работает на, как он этот называется, на эластике. Да, то есть эластик обрабатывает всю эту огромнейшую фиготень, но морда WordPress. И в опалайзер в строке показывает, что это WordPress. И сделали там визуальный резюме билдер. То есть вы заходите, у вас на реакте, там типа выбираешь 15 темплейтов, есть бесплатные, есть платные, выбрал темплейт, зашел как в LinkedIn, там заполнил поля себе, опыт работы и так далее. Оно тебе хлоп и PDF-очка резюме на WordPress. Поэтому, ну, клиент тоже сначала как-то так спрашивал, нам, наверное, надо уходить там куда-то в питон и так далее. Говорю, любишь змей, едь во Вьетнам. В WordPress мы остаемся и будем делать. Мы сделали CRM-ку, но не в таком понимании, как CRM-ка, там заказывай и так далее. Есть наш один из самых любимых клиентов и больших друзей, Европейская бизнес-ассоциация, EBA. Ну, я думаю, видели три большие буквы. У них был террасофт, у них был сайт и террасофт. Так как члены ассоциации, каждый из них там имеет свои какие-то платежи, свои какие-то рекордменты, какие-то даты, когда нужно позвонить и руководителя этой компании поздравить и так далее. Плюс у них очень много ивентов, на которые члены ассоциации, они приглашают, чтобы обучать, лоббировать какие-то законопроекты и тому подобное. Мы сделали им, то есть мы полностью схавали весь террасофт. Заняло у нас, конечно, это, наверное, года полтора, мы так постепенно пересаживались, но постепенно-постепенно им полностью выдавили. То есть теперь у них есть сайт на WordPress, в котором у них помимо новостей, помимо обычного вывода контента, о том, как присоединиться, как с точным ассоциацией, чем мы занимаемся, новости и тому подобное, у них еще в бэк-энде туча уровней доступа, кабинеты юзеров, в которых они управляют своими подписками днями рождения своих детей, коллег, руководителей, записываются на ивенты, им генерируется на WordPress QR-код. Человек, который на входе стоит в фото, он залогинен в админку, и просто когда он переходит в браузере по линку, который дает QR-код, ставится отметка, что человек побывал на мероприятии и так далее. Теперь мы сделали для этого всего еще и надстройку Telegram-бота, который тоже отдельно в админке висит ботичек, и там ты управляешь юзерами, связкой человека, который зашел через Telegram, ввел там имейл, ему на имейл пришло подтверждение, его аккаунты связались. Это значит, что все ивенты, на которые он был подписан, все его платежи, он теперь видит в Telegram и может в почту не ходить. То есть это уже такая легкая экосистема пошла. Сейчас мы говорим с их HR-отделом о том, чтобы сделать онбординг бота, ну то есть такую Википедию внутрикорпоративную, раньше это называлось Интранет. Сейчас я не вижу смысла в Интранет, и все равно есть люди, которые младше 20 здесь? Нет, все уже пошли пить пепси-кол. Они же все в мессенджерах сидят. Вы видели ТикТок? Вы видели, что такое ТикТок? А вы видели лайки? Ребята, я вас прошу, копите на пенсию, они все просрут. Не будет дела. Экономике хана. То, что они сидят целыми днями в ТикТоке, что-то… То есть там надо повторить… Вы знаете, кто не знает, что такое ТикТок? О-о-о-о! О-о-о-о! Ладно, мы пережили, что… То есть мы с вами считаем, что в Одноклассниках сидят одни старперы. Ну вот, то есть мы правы. Во Вконтактике сидят… Ну, все это даже бесполезно. Ладно, молодежь пересела на Инстаграм, ну и как бы все довольны были. Меньше текста, больше фоток, больше видео. Ну, мы это приняли. Мы сами уже в Инстаграме там свои бутерброды эти фоткаем. Путешествия все такие успешные. Типа нельзя в субботу просто лечь и лежать. Кто-то бегает в марафон. Это не ребята. Я люблю тех, кто бегает в марафон. Где Виталик? Нет, нет Виталика? Ребята, марафонцы, вы крутые. Я вам завидую. Я люблю лежать в субботу. Так вот, следующий даунгрейд после Инстаграма – это ТикТок. Там запускается какое-то вирусное видео, там где какая-то или песня, или фраза из фильма, или сценка из фильма говорится. То есть ты не управляешь звуком, и ты должен типа открывать рот под это вот, ну или там что-то делать под это вот. И оно типа вирусятино. То есть ты, вот Володя, например, запостил какую-то, как он поет, каску там плакала. И значит я, о, я нажал лайк и теперь жму. Я тоже хочу сделать такое. И теперь у меня открывается интерфейс, я смотрю, как Володя это делал и делаю сам. И вот так вот оно вирусятино и пошло. А лайки – это еще для более малышей. То есть это от 6 до 13. ТикТок для детей. Копите на пенсию. Значит, вот вы поднимали руку. С чего я начал? Подождите, что я перешел про этот ТикТок вообще? А, про 20 лет. Так вот, они все в мессенджерах. И эти люди, когда вы слышите 90-го года рождения, или 2000-го года рождения, им в следующем году будет по 20 лет. Вы это понимаете? И у них совсем другое потребление контента, потребление гаджетов и так далее. Поэтому мы обязаны делать что-то, к чему они привыкли. Мы обязаны переносить интернет в мессенджеры. Ну, кто знает, что в следующем году в мессенджерах во всех, скорее всего, уже будет крипта. То есть Телеграм уже готов. Их там только сек, комиссия по ценным бумагам в Штатах отодвинула на полгода. Не показывай мне время. Я помню, что… А, я так понимаю. До 45-45. Это одноклассники аудитории. Мессенджеры. В Телеграме будет крипта. Там уже все готово. В следующем году мы с вами… То есть, как бы скинуть на приват, то же самое будет перекинуть в Телеграме. Там этот грамм или что-то такое. Нынешний хозяин Вайбера, компания Rakuten японская, купила или в этом, или в прошлом году криптовалютную биржу японскую. То есть, очевидно, они тоже готовятся запустить внутренние платежи. Вичат у кого-то есть? Во. Это у вас в Донецкой области Вичат популярен? В городе… В городе Трафик. Вичат – это китайский мессенджер, в котором уже можно платить друг другу какой-то там внутренней валютой. В Фейсбук готовит либру. То есть, она будет и в Фейсбук мессенджере, и в Ватсапе. В iMessage уже в Штатах можно просто переслать деньги СМСкой. Там банки какие-то это поддерживают. Ну, и я не думаю, что Google останется позади. У них тоже есть очень нехилый криптоотдел, который работает над тем, чтобы это все произошло. Поэтому, если 15 лет назад можно было удивить у нас кассира кредитной карточкой, 10 лет назад… Ну, типа, все же ходили и снимали наличку, потому что на карте же ненадежно. 10 лет назад все начали… Ну, не 10, пускай 5 лет назад все уже все-таки платят карточками. Сейчас уже магия оплаты карточками, ну, то есть, этим, телефоном или часами. И никого уже… Ну, то есть, посмотрите на 10 лет назад, если бы вам сказали, что ты будешь платить, прислоняя часы, ну, наверное, об этом подумали. Кольцом. Кольцом. Сразу клиента счет банка видим. Кстати, вы знаете, кольцами можно было платить уже очень-очень давно. Золото в цене. Значит, кто… Я помню, тут было больше людей, которые подняли руку, которые хотели бы попробовать сделать своего бота. Боты могут быть для чего угодно. То есть, мы, как я говорил, делали арбитраж бота, мы делали какие-то контентные боты для ивентов, для HR-отдела, для чего угодно. Мы готовим воркшоп по разработке ботов, где бэкэндом будет являться WordPress. Можете в Телеграме или просто по урлу botovich bot, или в Телеграме начать писать bot botovich латинскими буквами. Если вы его стартанете, мы вас запомним. И потом, когда мы определимся с количеством людей, подберем место и время, тогда мы разошлем… Ну, то есть, вам придет, понятно, инвайт. Там сейчас есть типа три кнопки. Информация про ивент, кешбэк мы будем легко делиться за рефералочку. И регистрация, которая пока что закрыта, потому что мы не знаем. В Телеграме, кстати, можно платить просто Apple Pay или Google Pay, просто внутри Телеграма, не переходя на адаптивную версию какого-то сайта, а просто платить нативно. Мы этим пользуемся в еще одном боте нашем. Поэтому, кто хочет поучаствовать в этом прекрасном нашем воркшопе-ивенте, его будем проводить мы с нашим сетеводимоном. Покажем. Каждый участник выйдет со своим готовым ботом. Этот форкшоп будет длиться целый день, наверное, мы выберем субботу. И там от 10 и до 7. Не онлайн. То есть, мы возьмем какое-то место, туда закажем еду, алкоголь и будем ходить. Каждый получит свое задание. То есть, у нас будет ряд идей о том, какой бот был бы полезен. Поделимся с вами своим опытом, как этих ботов выводить на рынок. Ну, короче, там все прочитайте. Вот зайдите, зарегайте. Вот я уже слышу, кстати, регается люди. У меня тут вибрирует. Где-то возле Майдана, может в Спейсисе. Короче, где-то в центре. Вопрос в том, сколько будет людей. Если будет 10 человек, мы снимем там конференц-рум на 10 человек. Если будет 50 человек, то мы сделаем его дешевле в другом формате. Потому что сейчас, я думаю, что справедливой ценой будет за день такого интенсивного воркшопа, в результате которого вы выйдете с готовым ботом и со скиллами, должен стоить долларов 300. Ну, естественно, нужно уметь в WordPress. Потому что если вы ничего не знаете про то, как кодить, то там, наверное, будет скучновато. Ну, или просто хорошо потратите деньги и проведете время. Значит, вот эти вот страшные проекты, которые нетипичны, казалось бы, для WordPress. То есть это не корпоративный сайт, не медиа, который можно, глянув на ТЗ, как-то сразу оценить, дать estimate и сказать, ну, в принципе, классический корпоративный сайт у нас там занимает 2,5 месяца и будет стоить 10 тысяч. Сложно оценить проект, будущее которого, ну, или функциональность которого, вы не знаете, как она будет двигаться, что в этом случае делать. То есть сейчас давайте проговорим чуть про деньги. Делайте fixed price на ту заданную, потому что клиенту все-таки хочется понимать какие-то объемы и что он за эти деньги получит. Вы ему должны сказать, вот смотри, Зоя, мы берем твое ТЗ, отрезаем от него вот эту часть, которая нам понятна, которая не сумасшедшая по логике, по времени затраты и так далее. Мы ее оцениваем, там, 3 месяца работы в 100 тысяч. А остальное давай делать уже вторым, третьим этапом, четвертым этапом на time and material основе. Все же знают, что такое time, да? Нет? Кто не знает, поднимите. Нет, кто знает, поднимите руки. Time and material – это когда вы платите за почасовку. Ну, то есть, к вам пришла задача, и вы говорите, что эта задача займет у меня 10 рабочих часов. Час – 30 долларов, 20 долларов, у кого какой рейт. И люди платят вам за время, которое вы с ними проводите. Звучит не по-этишному, но так и есть. Мы такие digital дети. Ну, все поняли. Значит, делите. То есть, ни в коем случае не ввязывайтесь в фикс прайс то, чего вы не знаете. Я ввязался, видите, в мои 26, я уже седой. Единственный раз, когда я в жизни использую кусок кода в слайде. Написан немножко коряво, значит. Смысл в чем? Если вы берете какую-то задачу, и ее оценка больше, чем 30 часов, ну, то есть, типа, там вам говорят, нам надо сделать раздел, вы такие, да, северо-западный, 120 часов. Вы думаете, о, взял быка за рога, значит, будет дело. Значит, если таск больше 30 часов, отправляйте его на декомпозицию. Все знают, что такое декомпозиция? Ну, разбитие на более мелкие таски. Потому что если таск больше 30, если вы не отправите его на декомпозицию, то кто-то потеряет. Либо вы ошибитесь в эстимейте, потому что очень сложно спрогнозировать. То есть, 30 часов – это рабочая неделя одного человека. Потому что 40 часов продуктивно работать над чем-то одним из 40 часов, никто не работает. Поэтому, если мы озвучиваем задачу в рабочих днях, мы подразумеваем, что это или 5, или 6 часов. Соответственно, 5 по 6 – 30. То есть, рабочая неделя одного человека – 30 часов. И, ну, в принципе, можно там понять, что человек это за неделю сделает или не сделает, и как-то спрогнозировать. Кто со мной не согласен? Да ладно, да, да. Я сначала был… у меня сначала было 20 написано. Но с учетом того, что мы сами эстимейтим по 80 и по 60, ну, бывает такое, без декомпозиции. Мы играем. Я сначала думал написать «else лотерея», потом написал «someone lose», а оно мне предложило Т9, правильный вариант. Про деньги. Нет, не про деньги, про WordPress. Значит, мне, ну, с 2010 года я слышу каждый год, не раз, о том, что WordPress умирает. Ну, типа, все, прошла золотая эра. И PHP умираем, мы с вами умираем, по большому счету. Все катится в днище, весь мир в труху. Все умирает. То есть, это Google Trends с 2000… не вижу, какого-то там, по-моему, с 2009 по сегодняшний день. То есть, был там всплеск в 2014-15 и теперь уходит на нет. Когда мне говорят… ну, то есть, моя реакция на то, когда мне говорят, что WordPress умирает, вот такая, ну, типа, ну, серьезно. Хорошо, кто его хавает, скажите мне. Тильда? Я рад, что вы меня понимаете. Кто, Друпал, может быть? Джумла? Минуточку. Коллега. Коллега. Сейчас. Ну, хават пыхуй, что? Хай подаваться. В том числе и WordPress. Ну, и шо? Ну, наши конкуренты. Кто? Кто? Ну, хорошо. А почему тогда тренды идут вниз? Все идет вниз. Все идет вниз. У нас с севера идиоты живут за границей. Ну, с севера, с востока. Вообще непонятно, что завтра будет. Вы говорите, тренды вниз. Все вниз. Теперь вот для сравнения просто я взял другие в Билл. Там есть Джумла, Друпал, Маджента и моя любимая Тильда. Ну, то есть, как бы, кто умирает? Все умерли. Ну, они уже умерли. То есть, мы тогда уже просто танцуем на их гробу, походу. Я не знаю. А что? Что-то растет? Покажите мне. Что? Кто? Классная CMS. Назовите мне CMS, которая растет. Что? Октоба? Октоба. Сейчас уже новембер. Все, октобер. Она уже закончилась. Сколько там? Ну, я боюсь, что если я просто перейду на Google и вобью ее в сравнении с WordPress, то она даже будет больше, меньше, чем тильда. Пять минут. Ну, мой ответ, что и ничего. Как бы, сейчас перефразирую мытья. Все, кто увидит следующий слайд и знают, кто это, они сразу поймут, как там в оригинале звучало. Но перефразируя, будет, в общем, ничего и не конец. Все с WordPress ок. Мы все на нем поднимем, все сделаем, и мы тут спустели садочек с робом. Поэтому октобер, CMS, тильда, тильда, ну, это ж не знаю, что меня так на нее тянет. Видать, просто последнее время нам как-то клиенты, которые ленятся, ну, не ленятся, они экономят деньги на том, чтобы взять, посадить дизайнера, верстальщика, потом это спрограммировать, потом оттестить и сделать все правильно, они какого-то тильда фапера садят, он там что-то, тильдит. В том, ты заходишь на сайт, а там тильда. Такой ок. Спасибо. Есть вопросы у вас? Мы их задавали по ходу. Можете задавать любые. Про деньги, про воспитание детей. Есть вопросы? Вот там справа мужчина мне так валит по глазам, что я думаю, что это желтый свитер. Спасибо за самый веселый доклад сегодня. Я готовлю нас к мероприятию. Сейчас будет, знаете? Для меня... А, простите. Если вам... Поставьте мне потом в подобайку. Я хочу выиграть квартиру в Николаеве. Там вот разыгрывается за... Что получит победитель? Грамоту? Грощи? Дипломчик? Кубок? Да, простите. Да, ничего. Для меня, конечно, он был достаточно такой теоретический, поэтому вопрос я задам немножко практичный для того, чтобы вытащить для себя что-то более приземленное, там какой-то конкретный совет. Сначала реалитическое отступление о том, что когда вы говорили... Ну, ребята пытались вас привести к тому, что делая любой проект на WordPress, тогда там будет уже 10% WordPress и 90%... Кастомного кода. Да, и, соответственно, для меня это напомнило, знаете, ситуацию, когда там был когда-то, там, ролик года 3-4 назад, Кенблок на Форде Фиеста, там, 4 минуты дрифтовал по какому-то стадиону, а это был Форд Фиеста на 600 лошадиных сил, в котором от Форда Фиеста был там шильдик. Это я к чему? К тому, что когда такой проект... Ну, вот вы приводили вначале пример, что самописный сайт там кому-то принесут, и кто же в нем будет разбираться, если такой проект придут к другим WordPress-разработчикам, они в нем точно так же будут разбираться, как в самописном сайте. То есть они поймут тебе 10% WordPress за час, а потом понеслась. Вы явно не сейл. Ну, это и так, калерическое отступление. На самом деле, как бы главный месседж, который я сегодня услышал, что не бойтесь, планировать все можно, типа смелее вперед, главное правильно спланировать, и действительно все можно надстроить. У меня, как бы мой путь развития с WordPress, он, понятно, там как-то растет. Мы сначала делали одни задачи, потом другие, третьи, и каждый раз хочется смелее дальше и дальше. Сегодняшнее, ну, не то чтобы прям ограничение, но такой один из красных флажочков, когда я думаю, что же делать, как это делать на WordPress, можно вписать в такое понятие, когда там появляются юзеры, которые там должны регистрироваться. То есть для меня вот это, ну, конкретно для меня практичный вопрос. Почему? Ну, я сразу объясню. Ну, то есть понятно, что у каждого же есть свой уровень, там, да, понятия, развития и понимания WordPress'а и том, с какими проблемами он сталкивается. Определенные проблемы в плане безопасности могут подняться. Мы там закручиваем гайки, там, на хостинге, блокируем там доступ к файлам, там, понятно, что всячески убирая там все, что можно, там, обеспечиваем определенную безопасность. И когда пользователи регистрируются у вас на сайте, у него появляются какие-то права. Я сейчас не говорю о том, что это невозможно. Понятно, что с этим всем можно работать. И теперь почему я называю этот вопрос практичным? Потому что я хотел бы какой-то совет, в какую сторону в первую очередь копать, возможно, какие-то кейсы посмотреть, возможно, где-то какие-то что-то почитать, с чего начинать пускать пользователей к себе на сайт и на что обращать внимание, чтобы соответствовать там правильно каким-то вопросам безопасности. Создаете роль, там, гамно-юзер, и не даете ему никаких капабилитисов. Потом начинаете растить капабилитисами. И все. В чем проблема? Ну, это, окей. Ну, это теоретически оно понятно, но все равно у человека появляется право, ну, вообще... Ничего у него не появляется. Закройте админку для... Ну, то есть для юзеров закрыли админку и нет чека в админке. Сломать можно и сайт Белого дома. Это понятно. Да, я с этого тоже всегда начинаю свой диалог с клиентами. Говорю, поймите, можно все сломать. Вопрос в тех усилиях, которые нужно приложить для того, чтобы это сделать. То есть вы имеете в виду, что весь диалог с пользователем будет на фронте происходить. Да, не пускайте его в админку. Мы в админку вообще никогда не пускаем юзера ниже, чем эдитер. Ну, или там этот, контрибьютор. То есть обычный юзер, которого мы создаем. Допустим, у нас есть сайт Marketplace. А, вот, кстати, я что-то о нем даже не упомянул. Беспека Клаб. Это Marketplace. Ну, то есть там и контентная часть новости, и каталог компаний с отзывами, с их профайлами, которые они наполняют информацией, и растет рейтинг, и ранжируется по рейтингу. И Marketplace товаров. То есть ты туда можешь зайти, зарегаться как компания, которая продает. Короче, это розетка на WordPress, образно. Ты там создаешь свои товары, загружаешь туда свой фид, привязываешь обновление данных, и прям продаешь. А оно там само проценты отсчитывает. Короче, это дебри. Конечно, юзеру никакому в админку доступа нет. То есть у него все на фронтенде. Рисуете, мы садимся, рисуем кабинетик. Нарисовали кабинетик. В дизайне человек, в принципе, если у него не стоит воплайзер, или он не умеет в Command Option U, то он не узнает, что это WordPress. Окей, понятно. Спасибо. Но это по-прежнему WordPress. Какую платформу вы бы использовали для создания сайта актерского портфолио? Для создания? Сайта актерского портфолио. Актерского? Да. Румынского? Актерского. Актер из Румынии? Нет. У тебя не выскакивает эта реклама? Нет. Викс. Я создал свой сайт актерского портфолио. А, я Викс заблочил. Ну, я заблочил, она меня просто бесила. Мне сейчас выдается реклама MC Today, там, где супружеская пара основателей этого MC Today почему-то рекламирует медиа. У меня сейчас вообще все заболено Виксом. Окей. Нет, я не гуглил. Я бы создавал... Ты хотел услышать ответ, я бы создавал сайт на Вордпрессе. Нет, ты бы сказал на Виксе, потому что там все удобно. На Виксе? Нет, можно Викс с Сильдой. Еще когда-то был такой в ранние интернет времена, у россиян был, НМ как-то там. О, во-во-во, народ, да, на ногу там. Ну, ЮКОС это наш, это же Черновцы, по-моему, или Черкассы. Да, ЮКОС... Не-не-не, ЮКОС это наши, их не обижай. Добрый вечер. Можно еще один вопрос? Вордпресс супер, это не обсуждается, функциональность там отличная. Но по поводу слабых мест. Все знают, структура базы данных далеко не идеальная, особенно, я понимаю, об этом и спрашиваю, сейчас идет, иду к этому. Таблица постмета. Что вы делаете с этим? Где вы храните свои данные, те же поля? Делаете свои таблицы, добираете индексы? Как? Вот это интересно. Спасибо. Сейчас я вам компетентно отвечу, если вы поняли, что да, я бэкэнд-разработчик. Я делаю примерно так. Диман! Я не отвечу вам на этот вопрос. Если хотите, мои коллеги в таких же прекрасных футболках, как у меня, могут индивидуально вам потом рассказать. Мы сейчас идем пить все вместе. Вы идете пить? Хорошо. Мы там будем все. Мы вообще ради... Нельзя было. Мы там будем. Спросите. Но я реально не шарю. Я знаю, что есть таблица постмета. Потрите вопрос. Может, я сейчас ради интереса. Что? Еще есть вопросы по бэкэнду? Есть вопросы еще? Хачить кор? А, контрибьютить? Не, мы как-то... Я помню, мы в переводы чуть-чуть влезли, когда надо было... Это еще до войны с Россией мы дружили с Ковшениным. Он приезжал, кстати, к нам тут. Короче, он как-то написал, говорит, ребята, там новый релиз идет, но там вообще не хватает украинских переводов, типа, навалитесь. И у нас там стоит. Мы как translate contributor, мы как plugin developer, как wordcamp, и organizer, и этот. Да. И что там еще бэйджики? Ну, наверное, вот core developer только у нас нет. А? А, нет, сим бесплатный мы не делали, но это просто не наш бизнес. То есть мы не играли в эту штуку. У нас по кастомным решениям, поэтому если мы будем... Вот кто-то слышал мой доклад про продукты, я его там, может быть, или видел. На прошлом кемпе кто был, тогда я, по-моему, рассказывал. То есть, ну, короче, нет. Про плагины. Да, у нас там были комменты, потом этот control enter, много разных интересных штук. Сейчас интересненько боты. Мы так вот в ботов, прикольно. Плюс молоди же нравятся. Последний вопросик давайте, да? Нет? Да. А, нет, еще не последний. Вопросик не про backend. Ну, вот клиент приходит, говорит, хочу бота, да? На чем сделаете? На Wordpress. Он такой, а что на Wordpress? А что бота? Давайте просто на зарплату возьмемся портенкой. Аргументы конкретно. Без димона, вот. Не, 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 объясню. Вот. Мы, ну, то есть, как это было. Мы себя позиционируем как студия WordPress Development. Вот мы не занимаемся ничем больше. Если к нам люди приходят, говорят, нам нужна Magento или Drupal. Вот был вопрос же, да? Что вы с ними делаете? Ну, мы или пытаемся переубедить, или если человеку там сильно надо, то говорим, ну, извините, нет. Поэтому… А если он как бы готов, но конкретные аргументы. На Wordpress мы используем там 30% будет на Wordpress, а остальное мы там… Так а клиенту-то по сути какая разница? Ему важно, чтобы он зашел в бота и он работал. И он мог управлять его контентом, его функциональностью, там, наращивать ее с нашей помощью. На чем он будет работать, ему без разницы. Безусловно, есть клиенты, которые там умеют гуглить или там видели, что есть конструкторы ботов. То есть вы можете зайти и там на каком-то SaaS по freemium модели бесплатно создать бот, а просто он там через раз в 10 сообщений он будет, например, писать, что этот бот там created by, там, что-то там. И реклама платформы. Либо же вы просто не сможете никакой функциональности к нему припилить. То есть он будет только отвечать на вопросы или там показывать информацию, которую вы ему задали по кнопке. Но когда речь идет об интеграции функционального бота, то есть, например, для Европейской бизнес-социации, они могли пойти и сделать бота там на каком-нибудь мейн-чат, собрать его за час бесплатно, который будет отвечать на 10 вопросов. Но ведь он же привязан к базе данных юзеров, к ивентам, на которые вы зарегистрированы. Человек в боте прямо нажимает на свой кабинет, типа мои подии, у него там, значит, список подии, квиток, QR-код и прямо на входе. Ну, то есть нет никакой ни печатания, ни искать в почте, ничего такого. Бот, который для HR-ов. Мы что предложили сделать? То есть есть какие-то вопросы, которые там новопришедшему человеку, онбординг, да, это называется период. Новопришедшему человеку надо узнать, как в компании это делается, как оформляется отпуск, там, как больничный, как празднуются дни рождения, там, поднимать кружок после себя или нет. И есть вопросы, которые неудобно задавать. Поэтому в боте будут какие-то неописанные правила. Ты зашел, там, 30 вопросов, прочитал, прочитал и все. И не тратится время ни HR, ни ты не задал, ну, то есть не ставишь в себя неудобное положение коллег и так далее. А со стороны HR они видят количество кликов по той или иной кнопке. То есть они будут видеть в админке WordPress какую-то статистику о том, какие вопросы пользуются большей популярностью. Там, например, HR в воскресенье будет приходить в Telegram уведомление о том, какие коллеги на будущей неделе празднуют день рождения. Сори, тут вопрос немного не в этом. Функционал понятно, функциональность. Ой, я все, пошел. Значит, а преимущества все-таки WordPress? Ну, он скажет, окей, можем просто сесть, самописку, глупаную, да, можем там WordPress. Зачем тут WordPress, Алексей? Ну вот, как бы можем так, можем так. Можете, но без нас. Если клиент пришел к нам, то мы будем ему делать это на WordPress. Вот мы заняли свой фокус, взяли свою нишу и никуда с нее уже 10 лет не сходим, начиная с 2009-го. Мы один раз в 2013-м году клиент, которому мы уже сделали несколько сайтов, он говорит, ребята, есть небольшой сайтик. На чем он был? То ли OpenCard, то ли Magento, я не помню. Он говорит, ну блин, ну подпилите чуть-чуть фронтенд. Мы зашли, сломали все к херам. И, короче, я сказал, с тех пор мы вообще больше нет. То есть, если объяснять человеку преимущество использования WordPress как CMS для построения бота, то я не объясню. Ну, просто вот WordPress. Мы вам сделаем все на нем. Окей, спасибо. Два вопроса, коротких. Володя идет меня атаковать уже этим капюшоном. Да, смотрите, там есть такое продолжение этой фразы, что что на WordPress, так он же дырявый. Как вы отвечаете на такие вопросы и как вы боретесь за безопасность? После этого два пропущенных, знаете. Ну, у нас нету клиентов, которые не отстреливают, понимаете. То есть, в основном, чем… О, смотрите, приток свежей крови. Продолжаем. Значит, чем хорошо фокусировка, позиционирование вот себя в конкретной нише, плюс достаточно высокий ценовой сегмент, в котором мы работаем по сравнению с другими студиями, которые тоже предлагают услуги на WordPress, они знают, зачем они к нам идут. То есть, вот у нас не один раз была такая ситуация, когда люди куда-то обращались, а потом там сравнивали цены, обращались не к нам, а потом через год приходят, говорят, блядь, лучше бы мы сразу вам вот это заплатили, сколько вы сказали, и не имели бы геморроя. Уже бы 300 раз этот сайт работал, а не… Я им, знаете, вот что, 10 лет… Или там… Я коротко. Я коротко. А что, нас в 6 просто закроют, свет выключат? Все, выгонят всех. Так люди пришли, послушай. Значит, я им показываю портфолио. В портфолио есть сайты, которые с финансовыми инструментами, которые имеют 20 миллионов посещаемости в месяц. Слава богу, уважаемые компании. И когда у тебя в портфолио это все есть, это не то, что ты показываешь чужие какие-то кейсы. Я говорю, ребят, а? Да я сегодня раз 5 слова функционал слышал. Конечно, я слышал, что говорят, что WordPress дырявый, или там WordPress живет ресурсы, или что-то такое. Бейте. Все, спасибо. Мне дали последний вопрос. Спасибо. Спасибо. У нас еще… Sorry, do you speak English? Нет, говорит, рэ, этот, хендлесс, апи, крутить. В смысле, без рук крутить апи? Я умею на другом, но дети, опять же, Владимир не даст. Алексей, все, спасибо вам большое. Давайте поаплодируем. Это было очень интересно, очень смешно. Спасибо. Продолжение следует...